Всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ Эйвен по каталогу номер 4. Вот такой был каталог. И начну я, наверное, с платья. Заказала я себе вот такое вот платье. Называется оно изящный силуэт. Сейчас приближу. В размере 52-54 по каталогу стоило 1500 рублей. Это, конечно же, сплошная синтетика. Тут полиэстер, 94-6 эластан. И подъемник 81 нейлон, 19 эластан. Тут такие вот параметры. Значит, я ношу 52-й размер. И платье мне подошло идеально. На 54-й, думаю, тоже подойдет, потому что оно тянется хорошо. Ну, в общем, идет размер в размер. И вот так вот оно выглядит на модели. В принципе, то же самое. На себе я снимать сегодня не буду. У меня не получится, так как мне некому, в общем, снять. Вот такое вот платьишко с запахом. Глубокое декольте идет. Длина до колена. И вот, собственно, само платье. Камера, наверное, высветляет. В общем, темно-темно-синий такой цвет, глубокий. Материал, ну, такой средней плотности. Хорошо тянется. Сшито, в общем-то, неплохо. Так, рукава у нас идут до локтя. Вот здесь такой поясок. Смотрите. Он сшитый, все. На запах вот так вот завязывается. Красиво это смотрится. Здесь, как сказать, в общем, скрывает все недостатки фигуры. Складочки какие-то на боках. Все вот это вот драпировкой драпируется. В общем, платье мне понравилось. Вот оно такой длины. Длины сейчас попробую показать подъемник. Вот я, наверное... Так, паузу. Смотрите, подъемник идет вот на таких вот лямочках. Здесь можно его повыше пристегнуть. Это такая утягивающая юбочка. Это что-то типа вроде плотного капрона такого. Картона, хотела сказать. Ну, в общем-то, утягивает, да, немножко. Вот было бордовое платье. У меня тоже такое с подъемником. Тоже из такой же ткани. И там я вообще не могла подъемник носить, потому что он мне прям врезался. Ну, видимо, наверное, как-то не по размеру подъемник был. Врезались края и в живот, и в бедра. Ну, здесь нормально все. Я его, конечно, еще не гладила. Ну, вот такое вот, в общем, платьице. Мне очень понравилось. С удовольствием буду носить. Со скидкой представителя она мне вышла всего лишь 1150 рублей. Ну, и давайте покажу сам заказ. Я еще ничего не разбирала, только вот открыла, в общем, коробку. Курьер меня, можно сказать, в дверях застал. Я сразу же достала, вытащила платье, померила, и все, побежали мы по делам с мужем. И вот сейчас буду смотреть вместе с вами все, что там положили, что не положили. Конечно же, не могла пройти мимо новой пены с ароматом весенних цветов. Такая вот она красивая. Ну, если мне память не изменяет, мне кажется, что уже была такая пена раньше в Aivan. Потому как они сильно у нас не заморачиваются, любят повторять, по кругу гонять все. Запах очень приятный, кстати. Даже через упаковку, я думаю, сейчас как раз, когда снег растает, будет очень приятно уже пользоваться, когда травка начнет зеленеть. Так, заказали у меня из кокосовой серии гель для душа. Показала девочка, крем для рук и крем для лица. Восстановление для сухой и очень сухой кожи. Так что не я одна люблю кокосы. Девочка увидела в каталоге. Долго не могла выбрать, что ей взять. Все хотела. Так, из распродажи подружка у меня взяла вот такие средства. Это масло для загара. Мне оно не нравится. Более того, у меня, наверное, вот так вот я использовала и выбросила. И тут ко мне приезжала подруга и спросила, говорит, есть ли это масло в продаже. Говорит, мне очень нужно. Я говорю, ну, ё-моё. Я только выбросила несколько месяцев назад. Говорит, почти целый флакон. Да, потому что мне оно не понравилось, потому что оно не впитывается, например, намазаться на пляже этим маслом. Я вот чисто, например, на пляж загорать хожу. Я не купаюсь у нас на речке. Поэтому, не знаю, как оно там, смоется, не смоется в воде. Но потом одевать одежду на это масло мало приятного. Это всё запачкается. И вообще как-то, не знаю, в общем, не понравилось мне в использовании. Хотя аромат очень приятный. По-моему, кокосом тоже пахнет. И вот такой вот спрей. Также из распродажи. Это уже у нас идёт после загара. Я даже не знаю. Тоже такой приятный. У меня есть гель из этой серии. Такой же, я думаю, аромат будет. Ну, ладно. Готовимся к лету уже. Начинаю. Так. Также у меня заказали вот такой вот большой гель для душа. Сенсус. Бесконечная свежесть с ароматом бергамота и кардамона. На работе заказали. Так. Также подружка заказала два средства для интимной гигиены. Одно не парфюмированное, другое с яблочным ароматом. Тоже хорошая цена была. Также была хорошая цена на гели для душа. 79 рублей. Я не могла устоять. Очень хотела вот этот гель. Вообще просто обожаю аромат гранаты манго. Он обалденный. У меня такого геля, по-моему, не было. Гели от Natural's мне тоже очень нравятся. Хорошие. Ничем не хуже, чем от Sensus. Я бы даже сказала лучше, а не погуще. Так. Дальше. Также подружка заказала у меня вот такой дезодорант. Спрей для ног с технологией нейтрализации запаха. Я такой ни разу не брала. Мне кажется, очень маленький флакончик. 75 миллилитров всего лишь. Мне кажется, быстро кончится. И цена у него не очень-то для такого объема дешевая. Почти 150 рублей. Также она у меня заказала такую вот массажную щетку. Просчески от Avon мне очень нравятся. Они очень хорошего качества. И служат чуть ли не по 10 лет, наверное. Так. Ну, осталось тут у меня, по-моему, почти одна декоративка. А еще я заказала по фокусу вот такой вот разглаживающий, ультравлажняющий гель для кожи вокруг глаз с экстрактом водорослей. Чуть не забыла про него. Это переписывала. В общем, пишу себе там в блокноте все, что я хочу заказать. Потом что-то отсеиваю, что-то добавляю. И на другую страницу переписывала и забыла. Вот уже в последний момент вспомнила, прям когда уже заказ сидела, оформляла. Так. Такой вот малюсенький, 15 миллилитров. Это у нас новая серия Планеты СПА. Так, давайте посмотрим. Ой, какой он красивый, перламутровый. Ну, я его хочу на лето оставить. Красивый, так, в коробочке. Что-то он ничем не пахнет. Странно. Перламутровый какой-то такой. Ну, посмотрим, как он будет. Липкость оставлять не будет. Так, извиняюсь, у меня тут кот поцарапал. Дальше. Заказали у меня очередной BB-крем антивозрастной, светлом оттенке. Уже открывать не буду его. И также эта же клиентка заказала тушь. Объем разделения. Очень мне нравится эта тушь с сиреневым ромбиком. Вот этим вот. Такая пушистая у нее кисточка. Классная тушь. Мне очень нравится. Тоже сейчас такой пользуюсь. Так, дальше. По программе. Забыла принести листовку. Общим представителям можно было выбрать себе подарки. Если мы делали заказ в третьем каталоге на определенную сумму. И я себе выбрала вот такой вот набор люкс, который состоял из пудры и туши для ресниц. Тушь в черном оттенке. Очень люблю эту тушь. Правда, она быстро засыхает, но все же. Здесь тоже маленький объемчик 7 мл. Пушистая кисточка. Открывать не буду, потому как пока в запасах у меня полежит она. Ну, тушь с удовольствием буду пользоваться. И пудра. Очень мне интересно, какой оттенок. Светлый вроде бы. Fire Silk. Да, там потому что не указано было. Пудры от люкс у меня еще не было. Но я очень хотела бы, чтобы она у меня была. И поэтому, когда я увидела подарки, я не стала заказывать никакие там крема и туалетные воды. Именно хотела пудру. Так. Еще бы. Так. Открыла наконец-то. Такой вот спонжик маленький, заглушка. И давайте посмотрим. Да, это светлый оттенок. Пудра очень мелкого помола. Я думаю, она будет такая невидимая на лице. В общем, я очень довольна. Это как раз то, что мне нужно. Конечно, громоздкий футляр у нее с собой не очень удобно носить. Но я редко с собой ношу. Поэтому в основном дома пользуюсь. Ну и, конечно же, отпечатки пальцев тут все остаются. Так. Тушь сюда. Ой. И что тут у нас еще осталось? Остались у меня лак для ногтей и верхнее покрытие. Это у нас лак новый. Металлик. Ух ты. Все-таки он голубой. Смотрите. Сейчас покажу в фокусе. В фокусе, хотела сказать. Тоже думала, брать, не брать. Даже в фокусе он, да, тут голубоватый оттенок. Но вот в самом пятом каталоге он прям такой, знаете, как бирюзовый. А здесь он голубой. Ну, очень красивый, классный. Конечно, надо было им эту линейку в начале зимы выпускать. Так как я вот лично такими цветами, перламутровыми, металликами только зимой пользуюсь. Летом я не пользуюсь. Ну, ладно. Сейчас еще, может быть, немножко можно. Вот, по 75 рублей. Думала, думала, какой брать. В общем, выбрала один пока. Не стала набирать себе целую кучу. А второй, это просто верхнее покрытие прозрачное. Сушка также она идет. У меня уже закончилась. Вот, взяла на смену. Конечно, цена не очень выгодная была. 159 рублей. Но деваться некуда, в общем. Очень надо было. Без нее уже никак. И тут у меня какие-то два пробника. Даже не знаю. А, дебют я заказывала. Aspire дебют, точно. Вот такой вот у меня был маленький заказ в этот раз. Потому что собирать было некогда. То, что успела собрать до отпуска. То, как говорится, и заказала. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok